Это информационный выпуск «Сейчас в мире» на канале РТВА и в студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Иран обещает доказать мирный характер своей ядерной программы. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке госсекретарь США Джон Кэрри встретился с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом для обсуждения ядерной программы Тегерана. Это были переговоры на самом высоком уровне между двумя странами с 2007 года. Кэрри заявил после встречи, что его приятно поразило заметное изменение тона иранских представителей, но добавил, что Тегерану еще предстоит ответить на много вопросов. Мина Шамуге следила за ядерными переговорами. Иран и США впервые за шесть лет пожали друг другу руки. Главы МИДа обеих стран встретились на полях Генассамблеи и ООН. И, не теряя времени, перешли к обсуждению наболевшего. Тегеран, обвиняемый в разработке оружия массового поражения, ходатайствовал об отмене санкций. Мы считаем, что санкции являются контрпродуктивными и не соответствуют международному праву. В конечном счете, все международные санкции, в том числе действующие по решению ООН, должны быть сняты. Ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, и мы убедим в этом всех. Вашингтон пока не верит. И к сменившейся тональности высказываний сменившегося президента Ирана относятся со сдержанным оптимизмом. США настаивают на большей прозрачности ядерной программы Исламской Республики. Только убедив Запад в честности и готовности идти на встречу, Иран в течение одного месяца сможет избавиться от наказаний. Не стоит и говорить, что одна встреча, а также смена тона, которую мы приветствуем, пока не даёт ответа на эти вопросы. Предстоит большая работа. Мы, безусловно, займёмся ею, и все вместе надеемся, что сможем добиться конкретных результатов, которые позволят ответить на вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Хорошей атмосферой и доверительным тоном диалога отметилась ещё одна встреча, посвящённая ядерной проблеме Ирана. В Нью-Йорке состоялись переговоры делегаций из Тегерана с шестёркой международных посредников, пятью государствами, постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Сторонам удалось согласовать время и место запуска первого раунда предметных дискуссий по атомной программе Ирана. «Я удовлетворена тем, что мы согласились встретиться в Женеве 15-16 октября для работы по данной повестке в надежде на то, что на основе сегодняшней встречи нам удастся добиться прогресса». В Тегеране рассчитывают добиться отмеченного выше прогресса за 3-6 месяцев. Западные страны не торопятся и год называют вполне разумным сроком для достижения и реализации конкретных договорённостей. Правда, оговариваются. Всё опять же зависит от честности Ирана. Нина Шамуге, РТВАЙ Инспекторы ООН проведут расследование семи инцидентов, связанных с применением химического оружия в Сирии. Эксперты, в частности, изучат окрестности Дамаска, где 21 августа произошла газовая атака. Как отмечается в коммунике Организации по запрещению химического оружия, предполагается закончить работу в понедельник и подготовить окончательный доклад позднее, в октябре. На прошлой неделе сообщалось, что Дамаск направил в организацию первые данные о своих химических арсеналах. Власти Сирии заявили о готовности передать все имеющиеся в наличии отравляющие вещества под контроль международного сообщества. Сегодня вечером Совбез ООН обсудит соответствующую резолюцию. Ранее на полях Генассамблеи Россия и США удалось согласовать проект документа. Коротко о других важных новостях. В результате мощного взрыва в окрестностях столицы Сирии и Дамаска погибли по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения. Заминированный автомобиль взлетел на воздух неподалеку от одной из сунийских мечетей, когда верующие возвращались с пятничной молитвы. Район, где прогремел взрыв, находится под контролем боевиков вооруженной оппозиции. Взрыв пассажирского автобуса в пакистанском городе Пишавар унес жизни по меньшей мере 17 человек, в том числе двух женщин. Более 40 пассажиров получили ранения. Бомба сработала в автобусе, перевозившем госслужащих из местных органов самоуправления. Они возвращались домой после окончания рабочей недели. Михаил Ходорковский написал письмо в поддержку участниц Пусси Райд, Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. По словам экс-главы ЮКОСа, активистки панк-группы прекрасно держатся. Вместе с тем он призвал девушек соразмерять цели и их цену для здоровья. Так он прокомментировал решение Толоконниковой объявить голодовку в знак протеста против нарушений в тюрьме. Более 150 журналистов и редакторов ведущих российских СМИ подписали петицию в поддержку фоторепортера Дениса Синякова. Он был задержан на судне Arctic Sunrise вместе с активистами экологического движения Greenpeace. Последние 18 сентября пытались взобраться на платформу «Газпрома» в Баренцевом море, выступая против разработок на арктическом шельфе. Сегодня суд Мурманска санкционировал двухмесячный арест 22 из 30 россиян и иностранцев. Еще восьмерым продлили срок задержания. Среди арестованных оказался и фоторепортер. В суде Синяков заявил, цитирую, «моя преступная деятельность – это журналистика». В знак солидарности с ним некоторые СМИ сегодня убрали со своих сайтов фотографии. Ведущие журналисты требуют освободить коллегу и снять с него все обвинения. Действия власти они называют ударом по свободе слова. Напомню, в отношении участников экологической акции возбуждено уголовное дело по статье «Пиратство». Адвокаты и правозащитники считают обвинения надуманными. Как сегодня заявил юрист российского офиса организации «Гринпис» Антон Бенеславский, в данном случае речь может идти лишь об административном правонарушении. Да и такие обвинения могут быть предъявлены только капитану судна. Странно слышать обвинения в пиратстве в отношении лиц, которые с первого момента своей акции вели видеозапись и видеотрансляцию. Я первый раз вижу пиратов, простите в кавычках, которые так наглядно собирают доказательства своей деятельности. «Гринпис» тем временем планирует провести демонстрации по всему миру против ареста судом Мурманска экоактивистов. Как заявляют в организации, в посольство России в разных странах были направлены более 500 тысяч обращений с требованием освободить задержанных. В ряде стран акции протеста уже прошли. В столице Австралии, Камберри, около 20 человек устроили пикет у здания российского посольства. Они передали представителям депмиссии письмо с призывом прекратить уголовное преследование членов экипажа «Арктик Сандрейс». Отмечу, что среди задержанных есть и гражданин Австралии. Аналогичная акция прошла сегодня в Гонконге. Здесь активисты экологических движений собрались у входа в Генеральное консульство России. К протестующим вышел помощник консула, которому было вручено письмо с требованиями. Дипломат пообещал направить его в МИД и российскому руководству. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok